У нас не пьющая нация, просто так вот море людей, которые вот так вот сидят, а я сделал три больших глотка, а дальше уже как в анекдоте про Василий Ивановича и Петьку, и тут-то мне карта и поперла. И так мы сколотили деньги, из которых потом создали монобан. Сейчас мы уже либо сгорим, либо у меня получится коктейль. Ну так вот сделаю, и все закончится. Миш, сделай нам свой лучший коктейль. Свой лучший. Значит так, есть ли у тебя он? У меня есть. Я сделаю тебе коктейль, который у нас сам популярный. Он сам популярный у нас? Он реально у нас сам. По продажам? Да, по продажам. Называется White Collar. Вот такой вот ром, да, 69 градусов. Кошмар. Супер крепкий. Вот этот еще ром. Мне очень нравится, кстати, понтейш. Слушай, у нас здесь не реклама алкоголя, но вот это классная штука. Дети, не пейте алкоголь. Да, ну в смысле вырастите сначала, да, хотя бы. Ты когда начал первый алкоголь пить свой? Что? Ну, рано. Я первый раз попробовал водку лет в семь. В семь? Да, значит. Дима ту билет налил, да? Нет, нет, нет. Это было, мы даже с Димой тогда были где-нибудь знакомы. Это было на каком-то семейном празднике. И там, значит, знаешь, раньше делали, водку настаивали на лимонных корках. И стоял такой графин. И я думаю, что это лимонад. Да. Ну, лимоны плавают. Вот. И я налил себе большой стакан. И выпил. Ну, только знаешь, как первая должна была быть реакция? Ну, то есть надо было сразу выплюнуть. А я сделал три больших глотка. Потому что я очень пить хотел. Я сделал три больших глотка, перед тем, как понял, что что-то не так. Ну, и, да, был пьяный семилетний мальчик, наверное, на детском, на взрослом празднике. Ладно, хорошо, буду делать тебе коктейль. Значит, я пытаюсь сейчас ничего не нафакапить, потому что на меня наставлено такое количество камер. Значит, смотри. Оп. Класс. Фактически отточенные движения. Извини, так нельзя, наверное, делать. Да, да, да. Запрещено. Я знаю, там бармены, если руку тянешь к чему-то, что еще не готово, они сразу бьют ножом. Да. Ну, вот я же такой себе бармен. Ну, да. Он очень крепкий. Да, да, да. Ну, и его туда больше всего. Логично. Ну, я просто очень тоже пить хочу. Да, как ты в детстве. Да, Ром. Все будет, все будет. Так, теперь смотри, сейчас будет самая ответственная часть этого процесса, которую я, если честно, еще никогда не делал. Никогда не делал. Значит, ребята, пишется? Специальная штука для копчения. Вот это вот... Что это? Честно, понятия не имею. Какая-то трава. Какая-то кора. Слушай, это... У нас есть вопрос про легалайз. Да, да. Ты, да. Я за легалайз. Ты за легалайз, да? Но просто я... Знаешь, я за легалайз как бы совершенно из других... По другим соображениям. Ну, вернее, не по таким, которым можно подумать. Я прочитал книжку одного экономиста, называется «Наркономика». Это журналист издания «Экономист», который всю свою карьеру пишет о наркокартелях. Всю жизнь пишет, да? Ну, вот это его специализация. И он сделал книгу, описывающую, как с точки зрения экономических законов, как работает наркобизнес. Все от производства, от фермеров в Колумбии до транспортировки, до сбыта. И он объясняет, что именно то, что оно нелегально, и делает его таким прибыльным. И создает кучу проблем вокруг этого. И как только, например, страны переходят на легализацию, это сразу убивает почву из-под ног у тех, кто занимается этим с помощью насилия, оружия и так далее. Например, одно из исследований показывает, что больше всего тяжелых наркоманов становятся героиновых. Потому что им дают пробовать друзья. Кто-то из компаний дает попробовать, и дают попробовать для того, чтобы потом у них покупали. А как только, например, в Швейцарии сделали героин бесплатным для наркоманов, то есть ты можешь прийти просто и получить свою дозу. Ничего себе. На 96% уменьшилось количество новых наркоманов. Просто потому что этим людям, которые раньше продавали дозу, чтобы получить себе деньги на дозу, им пропала необходимость продавать. И спрашивают, зачем им рисковать и продавать наркотики, за что можно сесть, если можно просто пойти получить бесплатный наркотик, и получается, что круг замыкается. Так, а кто мне скажет, что надо делать дальше? А, там кнопочка. Окей. А, все, вижу, вижу. А надо даже шланг внутрь вначале поставить. Это безопасно, ребята? Это абсолютно... Да-да. Я так сто раз делал. Вы всегда стоите на два метра подальше? Да, я так уже тысячу раз делал. Чего ничего не происходит? А, поджечь. Я думаю, чего-то не хватает. А где зажигалка? Так я... А, все, я вижу. Принесите костер. Все, спокойно, ребята. Все, как будто ничего не было до этого. Смотрите. Монтаж не забудет. Сейчас пойдет. Ну все, сейчас мы же либо сгорим, либо у меня получится коктейль. Смотри, значит. Что, тебя не сломал? Оп, смотри. Чикс. Слушай, ну крепко. 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 45,5 суммарно, да? Ну это если я ничего не находил. Миш, спасибо тебе. Вкусные коктейли. Ты себе что-то сделаешь? Твое отношение, вот разница, не знаю, в менталитетах, вот есть ли какая-то между, там, украинцем и англичанин? Вот такая. Копость, да? В чем? Ну, ты знаешь, есть какие-то вещи, которые обычно говорят в таких ситуациях, там, когда они, там, не пустят тебя в, словно, свой близкий круг общения. То есть ты всегда будешь для них чужаком, там, то есть, ну, вот мы с тобой уже третий раз всего лишь видимся за всю жизнь, да, по-моему? Уже пьем. Да. Нет, пить, пить у них это вообще как бы святое дело. По сравнению с ними мы не пьем. Вот я тебе говорю, у нас не пьющая нация. Сколько пьют англичане? Ты имеешь в виду алкоголь? Не чай. Алкоголь. Ну, условно, у нас офис в районе Шорничка, там куча стартапов и плюс еще там куча баров достаточно недорогих. Там много, ну, тусни постоянно. Кстати, да, я вот когда первый мой вечер, помню, в Лондоне, когда я приехал впервые туда, и мы пошли просто что-то перекусить, огромная толпа вот реально в пиджачках, вот эти вот в галстуках, ребята явно из офиса вышли побухать пиво после окончания рабочего дня. Так это не в пятницу. Это в понедельник, вторник, среду, четверг, пять. У нас в пятницу это начинается с обеда просто. В пятницу в шесть часов мы уходим из офиса, например, довариваемся с друзьями, поужинаем в семь часов. Мы пришли чуть пораньше, ресторан говорит, ваш тортик будет готов, мол, только через сорок минут, идите потусите. Ну, мы пошли в бар в гостинице рядом. Там уже люди, которые вот так вот сидят, ну, то есть девушки, вот она уже, она уже не говорит. Я смотрю на часы, семь часов вечера. Ну, то есть, когда они начали, или как они так... А, потому что у них поезд вечером, и типа, надо успеть до поезда. А еще там есть, я недавно попал в ту же площадь такая, рядом с Сити. Рядом с Ливерпульс 3 такая, как бы, офисные здания построены, внутри такая площадь. И вот мы пришли сюда в пятницу, а там, я думаю, у меня даже есть видео, могу скинуть, то есть, просто так вот море людей. Ну, просто вот все заполнено, не пройти, как, я не знаю, как будто, я не знаю, с чем у нас сравнить. Вот ты заходишь, просто вот так идешь, все бухают, иначе там есть девушки из Эссекса. Это типа, как я не знаю, у нас и налоги, я не знаю из чего, но, в общем, там девушки, которые, там банкиры, получается. Они в пятницу, в обед, там, дома, марафетятся на поезд и сюда. Смотри, там есть вещь в деловом этикете, в деловом середине, особенно в том, чем я занимаюсь, в финансовой сфере, которая для меня просто не налазит на голову. Если у тебя что-то не написано, этого не существует. Мне недавно там учили наши более опытные коллеги, там говорят, смотри, вот ты с кем-то поговорил, ты после разговора в офисе, ты после разговора должен себе составить лог этого разговора. Типа, я поговорил там с Джоном о том-то, о том-то, и мы приняли такие-то решения. И все это должен складывать. Вот, говорит, у меня за 5 лет все мои разговоры, все записано. Я говорю, в смысле, зачем, почему? Тратить время. Да, это же бессмысленная трата времени. Он говорит, если нет доказательств того, что этот разговор был, его не было. И если, например, произойдет какая-то проблема, он говорит, вот при мне на предыдущем месте работы сотрудника, который отвечал за борьбу с отмыванием денег, его лишили права работать в финансовых организациях на всю жизнь. Потому что он, расследуя какой-то кейс, принял правильные решения, но их нигде не записал, и не было доказательств, что он эти решения принял. И все, ему сказали, если нет доказательств, этого не было. И вот, понимаешь, задним числом ты написать не можешь? Я говорю, так, ребята, я же могу написать все, что угодно. А дальше уже как в анекдоте про Василий Ивановича и Петьку. И тут-то мне карта и поперла. Понимаешь, непонятно, наверное, ты можешь писать задним числом. Мне посоветовали друзья, которые там живут давно. Наши. Наши, да, да. Дали книжку, которая описывает правила... Юного иммигранта, да? Примерно. Это написано британцам, лондонцам про то, как они живут, и чтобы их понимать. Например, почему они говорят о погоде. Потому что у них так принято, что они не могут сразу начать говорить по сути. Это не культурно. Они должны вначале установить связь. И разговор о погоде, это как тема, о которой любой может говорить. И поэтому они начинаются с разговора о погоде. То есть, допустим, представим себе английского Юрия Дудяя. И прежде чем спросить, дрочишь ли ты, надо поговорить о погоде. Конечно. Как тебе погода, ужасная погода? Ты дрочишь? Когда ужасная погода, ты честно? Понимаешь, там тоже еще особенность, которую нам не поняли. Там регулятор очень долго в голове менеджмента создавал картинку о том, что они управляют компанией, акционер может владеть, но он всего лишь владеет. А ты управляешь. Всего лишь. Он всего лишь это придумал, всего лишь владеет. Ты всего лишь акционер. Представь себе, акционер банка, он не может руководить банком. Это конфликт интересов. Потому что акционер заинтересован в максимизации прибыли, а руководитель банка должен быть заинтересован в том, чтобы все было согласно законодательству. И зарабатывать. И получается, что если ты сам руководишь банком, то ты можешь относиться несправедливо к клиентам. И продавать им какие-то продукты, которые им не нужны, лишь бы заработать. А менеджмент они воспитывают. Потому что ваша главная задача, это быть честным по отношению к потребителю. И это, конечно, не укладывается немножко в наше понимание того, как делается бизнес. Не потому что, конечно, ты должен быть честным к потребителю. Потому что если ты будешь нечестным к потребителю, у тебя не будет потребителей. Правильно? Но там за этим стоит регулятор. И это все немножко меняет динамику. То есть менеджмент может сказать, нет. То есть акционер может говорить, я хочу сделать вот это. Плали тем, что подписку на три года. Нет, это же не так. Это, слушай, если бы это было что-то противоречивое, акционер говорит, я хочу запустить новый кредитный продукт. Он будет полезен большому количеству клиентов. Он говорит, я считаю, что это слишком большой риск. Мы можем выдавать кредиты тем, кто не может их вернуть. И мы, ну, короче, я не готов на это идти. То есть у вас постоянно какие-то такие споры, да, происходят? Нет, смотри, конкретно у нас ситуация немножко другая. Потому что у нас все-таки маленькая компания. И из-за того, что я там присутствую, ну, не постоянно, но там 70% времени, вот, все-таки это немножко не то, как в Большом банке. Требования по дресс-коду я его соблюдаю, потому что это уважение к тому, кто тебя пригласил. Да, кто тебя позвал. То есть если ты идешь в гости, и там требования к расходу, ну, или гости не обязательно, гости-гости. И, условно, если бы меня пригласили выступать в британском парламенте, я понимаю, что там есть свои традиции, надо соблюдать их традиции. Но я сам не сторонник никаких традиций. Я, пока мы работали в природбанке, у нас было жесткое правило, надо было... Банкир должен выглядеть как банкир, хоть мы их и называли себя эти компании, но было жесткое правило ходить в костюме и в галстуке. Я даже в свое время это полюбил. У меня было большое количество костюмов, нагрудные платочки, разные галстуки, носки под цвет платка. Все вот эти дела, там тоже можно вырастить, самовыраститься. Но после ухода из банка я вот так вот снял, и все, оно там висит. И я ни разу не... Аня, один раз надел костюм, но без рубашки на гольц. В Англии это тоже не нормально. В Англии... Смотри, мне кажется, просто культура уже поменялась немножко. То есть я один раз был в Англии в таком вечеринке в закрытом клубе. Там был дресс-код Black Tie, я купил себе смокинг. Это было там буквально первые полгода, когда я был, думаю, здесь-то смокинг нужен наверняка каждые выходные. Это хорошая инвестиция, куплю смокинг. Висит тоже, да? Больше меня не звали, да, никуда. Слушай, давай поговорим немножко о том, что происходит у нас. Пока ты 70% времени находишься в Англии, здесь в стране что-то происходит. Так. Ты можешь вспомнить этот день, когда Дима сказал, что я ухожу из монобанка в Кабмин? Я знал про то, что у Димы есть... Амбиция, да? Да, такая амбиция. Когда это все произошло, так у него все быстро закрутилось, он сразу попал в этот водоворот, и мы буквально успели там сказать... Ну, давай. Давай, заходи. Да, 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 и все. Как тебе кажется, зачем он это сделал все-таки? Так, а я знаю, зачем он это сделал. Ему это нравится. Он это сделал, потому что он хочет делать какие-то большие вещи. Ему кажется, что то, что он сможет там сделать, это будет большим чем-то таким... О-го-го. Понимаешь? Почему мне как бы... Мне это не близко. Я очень не люблю все, что связано с неэффективностью, или все, что связано с тем, что тебе приходится как-то не прямолинейно говорить, а заходить сбоку. Это политика. Это политика. И, конечно, даже если у тебя есть чистые помыслы, понимание, что нужно делать, четкая стратегия, все может все равно ничего не получится, просто душа это политика. Это очень хороший пример. Я тоже какой-то из книжек читал про... Короче, не помню, на чем пойти, кто-то все в ГУТ или что-то такое. Шварценеггер, когда стал губернатором Калифорнии... Калифорния очень богатый штат. Это, если бы была отдельная страна, была бы пятая страна в мире по ВВП, что-то в таком духе. Но у нее очень много финансовых проблем. У городов большое количество долгов, города становятся банкротами. То есть все не слава богу. Есть какие-то вещи, которые нужно менять. Но Калифорния традиционно штат демократов. И всегда на всех выборах 70% голосов брали демократы. А Шварценеггер республиканец. Шварценеггер победил на выборах, набрал 70% голосов. Республиканец в демократическом штате. И он думал, ого, сейчас я наконец-то сделаю те реформы, которые нужны были этому штату, как он себе это видел. Но так как в Сенате местном, там большинство демократов, они, конечно, все, что он туда подавал, гасили. Он говорит, так, если народ меня выбрал, я вынесу это на референдум. Эти там какие-то были 4 вопроса, которые драматичные, которые надо было решить. Он вынес на это на референдум. Прошло все полгода с момента его избрания. 70% его поддержали. С этой программой. И на референдум провалилось все, к черту. И после этого он был, ну, как бы он понял, что все. И уже никто не воспринимал его как политическую силу, потому что все сенаторы поняли, ага, понятно. Его выбрали просто потому, что он Шварценеггер. Никто не разделяет его политическую адженду. Можно его, ну, как бы, не то, что ни во что встать, но он был как фактически канонистской королевы. Он ничего не смог сделать. И это политика. То есть вот у него было видение, он знал, что надо делать. Ну, все, понимаешь? Поэтому, и когда ты понимаешь, что есть такие вещи, в бизнесе, в бизнесе тоже могут быть какие-то обстоятельства, которые ты не можешь преодолеть. Но все равно ты понимаешь, надо лупатый сюскому. Настойчивость. Да, настойчивость. А здесь вот он может головой об стенку разбиться, как бы, и все. Это не сработает. То есть шансы, что у команды, у всех вот этих вот ребят, которые там поверили в президента или в что-то происходящее новое в стране, может не получиться. И он достаточно большой раз. Конечно. Вы его назад возьмете, если что? Возьмем. Дима, ну, возьмем тебя назад, если что. А как вы с ним познакомились? Вы с 10 лет другого знаете, да? Да, в классе в одном учились. В школе? В школе, да. Как это было? Слушай, как он пришел такой и сел на парту впереди. Что ты имеешь в виду? Ну, вот так, да. То есть он там в классе, по-моему, в пятом перешел в нашу школу или в шестом. Я не помню. В Днепре это же было. В Днепре, да. Пришел, сел на парту, сказали, знакомьтесь с Димом. Здравствуй, Дима. Пошли пить водку. Как ты себе представляешь знакомство в школе? Ну, то есть не было какой-то истории, там, может, вы его сначала били все, а потом... Нет, нет, нет. Слушай, у нас был класс... У нас был... Ботаников? Нет, нет, у нас был класс физико-математическим уклоном. Я был двоечником в классе. Ну, ладно, троечником, хорошо. А ты был по водке, мы поняли уже. Ну, ладно, я действительно себе нарисовал, только я водку один раз в жизни в детстве попробовал. И это было до школы. И у нас там были все победители олимпиад, там, по физике, по математике, там, ну, все, все супер-супер умные ребята. И у нас, например, было дополнительное занятие по физике после школы, добровольное. Вот ты в детстве пошел на добровольную школу? Нет, ни в коем случае. И я не ходил, а Дима ходил. Дима ходил. Молодец. Как ему это помогло? Ну, он теперь министр. А мы с тобой где? Коктейльчики пьем. Коктейльчики пьем. На YouTube-чике снимаем. Дети, учите физику. У нас когда-то с Димой был, когда мы были в девятом классе, был сайт о футболе. Это был наш первый медиабизнес. Значит, у нас было в классе 36 человек, там, 20 посетителей в день было у этого сайта. В общем, короче, как бы зарабатывали. Так мы сколотили деньги, из которых потом создали монобан. Сенсация. Это было ради искусства. Ради искусства, да. Ну, он просуществовал, полсезона. Знаешь, мне всегда плохо давалась учеба. Потому что мне очень... Ну, наверное, все творческие так говорят. Очень тяжело было заниматься тем, что мне не было интересно. Но, там, например, в институте, все, что касалось экономики, у меня, типа, с удовольствием. Как только что-то там, что-то, что я не могу применить в жизни, или что мне не укладывается в мою, как бы, ну, или кажется слишком теоретично. То есть на музыку ты не очень любил ходить, да, там, или... На музыку, пение. Пение, вот. Так. Ну, ты поешь? Нет, нет. У меня брат младший поет очень хорошо. Который работает маркетинг... Да. Директором или... Маркетинг-директором, да. Да. В общем, похоже. Ты просто не представляешь, какое количество у меня, как бы, историй с тем, что, там, нас путают. А недавно ко мне вообще была шикарная история. На открытии рынка еды. Да. Ко мне подходит фотограф. Ой, можно я, типа, вас сфотографирую? Я говорю, ну, да, конечно. Я вашего сына хорошо знаю. А я был с Дашей, с женой. Она такая, на меня, в смысле? Я говорю, ну, как это? Это не ваш сын? И показывает мне фотографии брата. Я говорю, блин, он на 6 лет у меня младше. Ну, ты сволочь. Понимаешь? А это что такое? Это апельсиновый биттер. А, биттер, окей. Так, протеин. А где протеин? Да, ребята, я сейчас просто на диете протеинчика побольше не знаю. Ложечка, да? Вот так вот? Я понимаю. Вот это, короче, самый опасный момент, потому что всегда, когда я это делаю, я обычно недостаточно хорошо закрываю шейк. И потом просто весь в этом. Мне ребята рассказывали, что надо знать, чтобы правильно, когда приходит новый бармен, как его проверяют, он должен уметь поддержать разговор, пока он делает шейк. Ну, то есть ты не должен напрягаться, ты должен это делать на расслабленном чьах. Видишь, я еле выдавливаюсь, я спорю. Да, да, да. То есть у тебя должны быть такие очень мягкие руки, ты должен так чи-чи-чи, когда все делать, но не моя война. Ты любишь моральные дилеммы? Так. Ну, как бы не люблю в них находиться, потому что это же тяжелый выбор. А если сейчас теоретическая какая-то будет? Да, теоретическая. Смотри. Ты машинист поезда. А, так. Знаешь, да? Ну, напомни, я ее знаю, потому что я смотрю сериал этот Good Place. Good Place. Я не смотрю, не знаю, но, в общем, это такая довольно известная штука. Да, это какого-то? Ты машинист поезда, у которого отказали тормоза. И ты едешь по прямой, остановить его невозможно. И на путях стоит 5 человек. Они не могут от их по каким-то причинам. Может, они привязаны, может, они не могут ходить. Может, они уснули. Скорее всего, люди шпят на повесе. Да, 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 известные. И при этом есть развилочка. Ты можешь переключить путь и поехать по другому пути. Там один человек, маленькая девочка, например. Как ты поступишь? Ты прямо жестко еще и маленькую девочку вплел. Блин. У этого как бы... Отлично ли будет переключить стрелку? Да, да, да. Это очень... Чтобы спасти жизни... Пятерых. Пятерых. Ты знаешь, ты знаешь, во-первых, очень мне хотелось оказаться в такой ситуации. Как каждому из нас. Да, да, да. Это же вопрос, имеешь ли ты право принимать такое решение. Да, 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 этичное лето. Да, да, имеешь ли ты право принимать такое решение. Другого варианта нет. Либо ты ничего не делаешь, тормоза отказали, я ничего не могу сделать. Пять человек пока. Либо один человек. Тут как бы борются две мысли. С одной стороны, ты не имеешь права принимать такое решение. То есть это не может быть твое решение. А с другой стороны, как бы на любое решение, кто-то должен его принимать. Можно говорить, что, типа, никто не принимает никакие решения, тогда будем жить в говне, потому что это не мое решение убирать говно. А сзади пассажиры, они такие, ну, как бы... Ну, типа того, да, да, да. Ты веналья. И поэтому... Я закрою глаза и представлю себя в детстве, 7-летнем возрасте, когда я подошел... Я так сделаю, и все закончится. Блин, ну, наверное, надо поворачивать. Поворачивать. Да, наверное, поворачивать. Есть такое ощущение, что ребята играют в игру? Ну, я имею в виду те, которые пошли в будущее предпринимателями, пошли во власть, на кураже, может, каком-то, который может их непонятно куда привезти, в какую рельсу. Я как-то же верну. Ну, их решения влияют на жизнь в стране? Да, влияют, конечно. Может, вам там в Лондоне не так это заметно? То есть ты считаешь, что, условно, они идут, и у них есть так... Они принимают, будут принимать такие решения. Да. Да, вот это, кстати, причина, почему... Ответственность. Почему нужно поворачивать в данном случае. Хотя, конечно, человеческую жизнь невозможно оценить, и одна... Оба варианта ужасны. Оба варианта ужасны. Но точно так же с развития страны, если никто не будет принимать решения о том, что угулярные вещи, о том, что лучше, ну, мы так и будем жить, как жили. Вот эти все, как бы, решения, можно от того, что на тебе этот выбор, можно впасть в ступор и ничего не принимать, только лучше от этого не будет. Когда ты не принимаешь решения, лучше не становится. Субтитры сделал DimaTorzok